Приветствую вас на канале Ножи. Сегодня у нас в гостях Игорь Ефимов. Привет. Привет. Первый стандартный вопрос для нашего канала. Как ты стал нажиманом? Как пришел к ножам? Как пришел к ножам? Прежде всего, если мы говорим про нажимание, то есть это любовь к ножам, и мания это именно хотение купить, собирательство. И если говорить, допустим, про любовь, то у меня любовь, она на самом деле с прошлого века. Это из детского периода. Я сам родом из Томска, жил на окраине. Из окна у меня были горы, только эти горы были металлические. Это был чермет, и почему-то в 90-х годах, то есть там 90-95 год, там не было забора. И с отцом мы иногда просто даже ходили, гуляли, выбирали металл. И у него было хобби. Он сам делал ножи. Не знаю, то ли какую-то сталь, старую пилу найдем, то еще какую-то там сталь. Он сам ковал, делал ножи. Недели две-три где-то там на работе, там формировал форму и так далее. И уже дома уже была какая-то там финишная работа, обработка, заточка, приклеить ручку и так далее. То есть я там с детства всегда наблюдал весь этот процесс. Наблюдал, помогал. То есть и любовь к ножам, она вот оттуда. И вообще, кстати, я помню, что в детстве всегда были ножи. То есть там в 6-7 лет там сидишь в песочнице, играешь там с ножом. С ножом, конечно. Танчики-самолетики. Такая игра была, да. То есть это обязательно слеп-джоин, такой старый, советский, который можно под 90 градусов сложить, да. То есть там целое... Я уже просто не помню правила, но было очень интересно, и это можно было целый день. Вот. И вообще, помню, у меня вообще самый первый нож, это где-то в 6-7 лет, мне отец там, в 6, наверное, даже лет, мне отец подарил советский швейцарский нож. Он такой был... Ну, многопредметник. Многопредметник. Это было такое что-то латунное с зеленым какой-то, краской такой. И этим ножом много что просто вообще как-то делал. Просто постоянно делали рогатки какие-то все время, что-то с деревом, что-то с рогами. Для мальчика нож, это же прям классная штука. Можешь сделать все. У тебя такой сразу открывается простор для фантазии, чего там поделать. Ну, да. И, ну, это просто, это как бы, это было по-пацански, как бы, я не знаю. И отец наточил нож, и мама такая говорит, ну, как же, им же легче порезаться. Он говорит, любым можно ножом порезаться, а тупым ножом еще более больнее можно порезаться. И у меня, кстати, вот даже есть шрам один, делал рогатку и, ну, шрам на указательном пальце на левой руке, там что-то задел сухожилие, и там год палец не сгибался. То есть сгибаешь кулак, у тебя пальцы так торчат. И вот это было удобно, на самом деле, потому что мы катались тогда на велосипедах, так вот едешь впереди и пальцем показываешь всем дорогу, в принципе, так. Ну, то есть практичное использование получилось, доработка организма немного. Потом, конечно, это все разработалось, начал там гитарой заниматься, и там, в общем, кулак могло уже сжимать, да, то есть там. Вот, поэтому любовь, она вот как-то вот оттуда пошла. Остались еще ножи, которые отец сделал? Остались, но вот вся кухня в Томске, там у родителей, у мамы, это уже там от ножа ничего не осталось, но он как бы есть, он как бы осталось. То есть, ну, это там, это не здесь, не с собой, да, не в Москве. Вот, если уже говорить про какой-то возраст, ну, когда вот мания, да, там появилась уже как бы сознательный возраст. Я помню, в 2007 году я переехал в Москву, и была какая-то акция у Невея. Купи два средства для бритья, и тебе шанс там выиграть какую-то поездку, либо альтернативный там подарок. Это там был тоже швейцарский нож от Невея, такой пластиковый, красный. Вот. Типа Викса, что ли? Ну, типа Викса, ну, что-то китайское. Вот. И это был мой первый нож здесь, в Москве, и месяца через два он развалился просто, да, то есть там, вот, и пришлось купить. Вот этот нож у меня уже, ну, с собой могу показать, да, то есть пришлось купить там первый мой сознательный нож в сознательном возрасте. Это вот такой швейцарский нож в Венге. Я его долго искал, на самом деле, чтобы вот прийти сюда, потому что он был где-то... Еще черный. Да, да, да. Это не Викторинокс, то есть это... Венгерский еще старый. Да, венгерский старый, до того момента, когда их там Викторинокс купил. Купил. Они сейчас, как у них называется, такая же линейка там осталась, ну, с логотипом Викторинокса, я не помню, и называется. Я тоже не помню, не очень люблю, на самом деле, швейцарские ножи. Сейчас вот в Ножиманской какой-то... Но это супер EDC. С этим ножом я проходил очень долго. Он всегда был, то есть там со мной, где-то в рюкзаке валялся. И вот, даже собираясь сюда, я, в принципе, долго его искал, потому что я перескал, ну, как бы нашел все свои рюкзаки. Все рюкзаки, да, и он в одном из них, вот, я его нашел. Я с собой ношу, удобно, блин. В самом деле, закрывает много вещей. Ну, блин, хотя бы просто из-за зубочистки. Из-за зубочистки или из-за штопора. Да, это вторая вещь. Вторая вещь, да. Вот просто интересно. Вот я, наверное, штопором раз пять пользовался, то есть, да, то есть там обычно из-за штопора берут швейцарский нож, да, то есть там, ну, сколько раз ты пользовался? Штопором? Да. Раз десять. Но пять из которых где-то, ну, я точно не могу посчитать прилично, но не больше, не сколько штопором для открытия бутылок. Я приноровился узлы развязывать. Узлы? Да, петельку затягиваешь, вкручиваешь, да, штопор начинаешь оттягивать. Ну, когда ногти зацепиться не можешь за этот узел, то с помощью штопора хорошо можно подлезть. Я понял. Надо попробовать. В таком ключе вот, на самом деле, помогало, там, то на шнурках, то ли где-то еще по мелочи, там, либо у ребенка поправить, то есть, ну... Ну, вот швейцарский нож, это, конечно, нож EDC. То есть, на каждый день, очень удобный, но мне его было как-то мало, не хватало, да, то есть там и хотелось именно что-то на карман. Ну, то есть, работал со мной коллега, он занимался ножевым боем. Я к нему подошел и говорю, слушай, ну расскажи, вот как выбрать нож, да, и он мне, там, дня три за чашечкой кофе, там, каждый день, там, все очень подробно рассказывал, да, то есть, там, про замки, про, там, не знаю, про стали, про то, как выбрать, да, то есть, что очень важно, это, на самом деле, тактильное ощущение, да, то есть... Значит, у тебя водный курс такой прям? Водный курс, я, ну, как, большим благодарен, да, то есть, там, он рассказал, там, про заточку, он, в общем, я тогда наслушался, потом понял, что он меня спрашивал, для чего тебе вообще, как бы, нож, он говорит, ну, тебе нужен джентльменский нож, в принципе, да, то есть, там, я его послушал, и первый мой нож, такой, нажиманский уже, да, то есть, там, можно сказать, конечно, это был Benchmade 940-й, там, Osborne в карбоне с S90. Хорошее начало. Это, да, это, вот, там, там, мое начало, и с этим ножом я проходил, ну, месяцев 8, наверное, то есть, все время он был на кармане, но у меня всегда было такое странное ощущение, вот, вроде, нож все, ну, мне очень нравится, он легкий, он очень хорошо сидит на кармане, ну, все просто супер, отлично, но почему он не ряжет? Он, он не рязал, то есть, это был лом, в принципе, то есть, это маленький такой лом. Плинок узкий достаточно, поэтому угол большой, не резачок. Да, и в интернете я нашел, что нужно именно резак, что ножи делятся все-таки на ломы и на резаки, и, там, второй мой нож, это был уже, там, парамилетри вторая, вот, как, вот, у Тимати где-то в клипе, там, вот, она такая была, там, черная. У Тимати в клипе была парамилетри? Да, 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 да. Не видел. Ну, это было не, как, не повод купить, да, то есть, там... О, у Тимати такой нож надо обязательно себе. Но почему-то я заветил, что-то у него был, там, парамилетри. Вот, это вот мой второй нож, то есть, это был резак, но в городе почему-то, вот, он не прижился, да, то есть, я уже начал тогда изучать вопрос, там, более детально, начал смотреть какие-то, там, обзоры, да, там, отзывы, пытался разобраться, вот, и так уже, там, третий, четвертый, пятый, там, потихоньку началось именно, там, собирательство. И вот это, вот, в принципе, старт нажимания, можно сказать, да, то есть... Первая стадия, это, вот, в основном, собирательство, вот, у каждого... Собирательство, да, да, да. Когда ты сам не знаешь, чего хочешь, и начинаешь перебирать кучу моделей, и покупать кучу моделей, тебе приходит, начинаешь понимать, что хорошо, что плохо. Это очень важный, на самом деле, путь, да, там, нажимая, ну, потому что, когда ты смотришь обзор, тебе говорят, вот этот нож хорош, потому что, и какие-то доводы, да, то есть, ты покупаешь этот нож, ты им пользуешься, там, неделю-две, понимаешь, о, да, вот, допустим, именно по этим критериям он хорош, или ты думаешь, нет, эти критерии мне, допустим, не подходят, и так далее. И не начинаешь, как бы, искать, да, то есть, тебе именно какой-то, ну, именно в пользование, да, то есть, там, вот, как вот он лежит в руке, как он, там, на кармане, там, не знаю, то есть, там, и это вот такое собирательство, ты перебираешь, перебираешь, собираешь свое мнение, в принципе. Потом, следующая стадия нажимания, это когда уже ты от количества переходишь в качество. Когда присытился. Ну, присытился вот на... Когда их стало много, когда их стало много, ты уже начал что-то понимать, ты уже думаешь так, что, да, вот это хорошо, это плохо, и тебе кажется, что вот эти ножи не хороши, потому что, ну, наверное, они, там, там, менее качественные, чем, допустим, там, какие-то другие, там, бренды, марки, ты начинаешь так присматриваться к дорогим ножам, но я тогда познакомился с компанией СКФ, да, так, с их продукцией, и вот тогда, если мы, там, занимались собирательством, и мы были, вот, ну, там, все люди делятся на собирателей и охотников, да, то есть, там, и тогда именно я стал охотником. Выискивать нужные модельки? Да, выискивать нужные модели по каким-то определенным следам, там, там, обязательно, как бы, участие в СКФ, чтобы просто, ну, не знаю, там, собирать коллекцию СКФ, охотиться за ножением СКФ, нужно обязательно общаться, то есть, там, в чате, там, сообщество, и ты, допустим, по определенным каким-то признакам понимаешь, что сейчас скоро будет дроп, там, и так далее, то ты настоящий охотник, ты, в принципе, такой вот, там, не знаю, ты тигр, лев, там, ты видишь добычу, ты должен обязательно ее, не знаю, там, изловить, поймать, купить, и вот ты становишься охотником. И та часть ножей, которая была у меня в собирательстве, она потихоньку уходит, потому что заменяется уже качественными какими-то, да, то есть, там, ножами. Но вот эти ножи, которые у тебя в период собирательства, если с ними какие-то истории связаны, или моменты, они остаются, или ты все равно, ну, ладно, продам, подарю кому-нибудь. Есть ли ножи такого, скажем так, бюджетного, дешевого сегмента, которые все равно занимают какое-то место в душе, и ты их не будешь продавать? Вот я могу так сказать, что в тот момент, когда начал уже охотиться, да, то есть, там, я избавился, наверное, практически от всех ножей, там, не знаю, может быть, не так много там накопилось, там, может быть, 20, может быть, 25 ножей, и о каких-то ножах я жалею, на самом деле, что я избавился, потому что, ну, это было, там, преждевременно, да, то есть, там, потому что нажимание, оно все равно, оно циклично, тебе же хочется возвращаться к каким-то моделям, вещам, что именно тебе именно нравилось, и ты понимаешь, нет, ты только начинаешь ценить, в принципе, тогда, когда ты потерял что-то, да, то есть, ну, и вот ты там теряешь, да, то есть, приходится возвращаться к каким-то вещам. Ну, из того, что в собирательстве было, я, допустим, там, жалею, что там продал, у меня был нож Леон Ма Лэйни 2, вот, это вот один из ножей, который, вот, я думаю, блин, вот, сейчас очень хочу, на самом деле, вернуть этот нож, да, то есть, там, вот, как-то найти, но уже такой модели нет, именно в таком исполнении нет, там, достаточно сложно купить, или еще что-то. Ну, и охотиться на барахолках только, если. На барахолках тоже нет, он в России не очень популярен, в принципе, да, то есть, там, ну, там очень хорошее качество, в принципе, было, да, то есть, там, ну, вот, наверное, вот этот нож, который я, вот, там, жалею, что потерял из того периода собирательства, ну, вот, ты стал охотником, да, то есть, там, это вот то состояние, когда тебе именно сам процесс охоты предоставил, ну, дает больше эмоций, да, и ты, как бы, копишь коллекцию какую-то определенную, ну, вот, нравится сейчас маленький вопрос, не то, что ты пошел купил, о том, что ты вот добыл именно, вот, процесс добычи и получения. Именно добычи, да, именно добычи, то есть, это именно процесс, то есть, ты, как бы, нажиман охотника. Вот. Такого я еще пока не слышал, ну, как бы, прям, такого определения. Ну, это, вот, мое личное, как бы, ощущение, и, как вот, можно, в принципе, все в мире, в природе, оно все похоже, да, там, как бы, из физики, из природы, и, там, нажимание, оно, в принципе, не уникально, да, то есть, там, есть и нумизматы, которые также и собирают, и охотятся, и так далее. Что люди только не собирают? Марки, монеты, часы, и все версии приставов PlayStation и других, которые были. Люди собирают все. Да. Ну, мы-то собираем ножи, там, или охотимся уже, там, на ножи. Но был определенный переломный момент, вот, это владелец, там, Сикаев, Михаил, поменял правила игры, это приблизительно где-то было год назад, и вот, как-то после этого подостыл. Вот, к Сикаеву, просто, вот, и к дорогим, вообще, вот этим, вот, трофейным своим, каких-то, там, на охоте определенным, там, вещам подостыл. Вот, и стал уже по-другому рассматривать, да, то есть, там, переотношения, то есть, мне начало уже, как бы, нравится не охотиться, а именно, там, пользоваться, да, то есть, там, и нажимание сейчас, да, то есть, там, она именно в том, в той стадии, когда я уже, там, не собираю, не охотюсь, а я, ну, как бы, я пользователь. Получение кайфа от поюза самого ножа, правильно? От поюза ножа, да. Я пользователь. И при том, я получаю кайф именно от каких-то технологических решений, от дизайнов, при том, дизайн, это же не просто, как это визуально выглядит, да, то есть, там, нож, а дизайн технологический, он как в руке, как, там, не знаю, технологические узлы, там, сделаны, какой-то, может быть, новый замок, там, сталь, какой-то именно дизайн и так далее. Ну, совокупность дизайна внешнего и инженерных решений, правильно? Да. Ну, для меня это и есть, в принципе, технологический дизайн. Выбирает. Это чисто по, как можно больше фишечек интересных, я вот как раз уточнил. Я думаю, что практически все по внешнему виду выбирают, все равно, это привалит. Для кого-то есть именно, что это приоритетно. То есть, не важно, что у него три, не важно, какая сталь, вот мне внешне нравится, я его возьму. Бывают люди, как вот ты, у которых нужны первые, вторые. Бывает, кто чисто инженерные решения интересует. Всех по-разному. Ну, интересно, я просто не встречал людей, которым только вот инженерные решения. Вот как это сделано технически, да, но если ты не хочешь повторить, вот. Наверное, в принципе, китайцы, наверное, им интересуют. Инженерные решения. Инженерные решения, да. Это поэтому у них проблемы с дизайном постоянные. Их не интересует дизайн, только инженерные решения. Но Китай, Китай, Розня, и, допустим, там, Винаев компания, да, там, и у них все хорошо с дизайном, они его покупают. Мне не очень нравится. Во-первых, они не у всех покупают. В последнее время не так-то много у них есть. Ну, вот что у них там было? Коллаборация с Торзуо из последних, по-моему, Винаев. Где они даже на коробочке неправильно написали его фамилию. А так их дизайны, которые прям чисто, ну, скажем так, они не вызывают вау-эффект или вот хотение. Ну, лично у меня. Я все равно считаю, что у них проблемы пока. Они не понимают, мне кажется, что хочется людям. Они делают очень качественно. И это бесспорно. Это завод, там, Риат, это завод, там, Винаев, да, то есть там и много кто, и Райк, и все остальные. С дизайном своим у них, конечно, проблемы. Вот, вот как раз проблемы. Для нас, там, и для остального, там, европейского, американского рынка, это дизайн чисто китайский, он, ну, немножко вычурнен, да, то есть там много, там элементов, деталей, но у них же есть коллаборации. Коллаборациями, да, то есть внешний дизайнер, это хорошо. Ну, то же самое у Керши, наверное. У Керши, да. Когда они перешли на свой дизайн, они либо копируют чуть-чуть из меня, те, которые у них были, либо если выдают свое, то на это как-то и смотреть не хочется. Ну, Керши и вообще, как бы, у Кая, да, то есть у них свое видение, да, то есть там, ты один дизайн сквозь, там, не знаю, все бренды можешь протащить, в принципе, и это нормально, вот. И сейчас я просто, там, для себя понял, что, ну, и вообще, как бы, в поюзе, да, то есть я сделал некую такую неградацию, а некие такие области применения, да, то есть там, то есть для чего мне, вот, нож, там, первую, допустим, там, область, там, это летний нож, да, то есть летний EDC. Я вот просто, там, к нему сейчас вернусь, и для меня просто, там, король летнего EDC, это, а, вот, я вот здесь. Это V-knife. Бантер. Бантер. Притом, это, ну, как бы, бантер, наверное, в первом таком исполнении в Микарте, потом они перестали делать почему-то в Микарте, делали только, там, на 10-х, вот. Вот, ну, потом вернулись все-таки к Микарте, и сейчас, в этом году, по-моему, у них вот перевыпуск по Микарте, только теперь и на правую, и на левую сторону клипса будет перестали. А почему король на EDC, что тебя так зацепило именно? Почему? Потому что в этом летнего EDC, именно вот летнего EDC, потому что, ну, это очень уникальный нож в том плане, то, что он сделан человеком, у которого есть, там, своя идеология, концепция, да, то есть, там, ножа, легкого ножа. И помимо него, там, в этой категории, там, претендовали, там, не знаю, такие, там, монстры, как, там, багаут, там, пара третья Лайтви, протек Малибу, там, и вот сейчас новый нож у, там, СКФ, там, линейка Эхо, да, то есть, там, Векши, да, но для меня, как бы, удобнее всего, всё-таки остаётся этот нож. Нет, ну, багаут сравнивать, конечно, не стоит с этим, мы, так как все знаем, что багаут – это нож для леса, теперь, поэтому, нет, это не индифициент. Я думаю, что в лес и с этим можно даже пойти, допустим, по грибы. Да. Да. Если… А батонить? Если по батонить, то и в батонить тоже будет удобно. Не так удобно, как каким-нибудь другим ножом, может быть, побольшего размера, потому что будет немножко не хватать, там, мизинцу, да, но молоточный хват у этого ножа, он… Ну, рука помещается полноценно, да. Полноценно. То есть, построгать вообще без вопросов. И вот у меня друзья, то есть, там, кто-то спрашивает, а что, ну, как, а что мужу подарить, там, на день рождения, да, к примеру, я советую этот нож. А потом еще отправляю ссылочку, когда Forrest Home берет у Бена интервью, там, полуторачасовое интервью, и человек смотрит еще, как бы, это интервью, и этот нож становится в два раза более красивым. Угу. Потому что он знает всю его предысторию, как он создавался, почему так называется. Да, потому что позитив просто, там, Бена, он поражает, да, то есть, там, и вообще, как бы, через Бена, я так понимаю, что очень много просто прошло ножей. И, то есть, это его нож, он выстраданный, да, то есть, там, нож, это его первый нож. Мне, допустим, то, что делал CVV, мини-бантер, да, то есть, там, мне вот очень не понравился нож. То есть, у меня он был, но мне он очень не понравился. То есть, он совершенно просто, ну... То есть, уменьшение размера не сыграли до пользы? Там совсем другой нож. Там, я даже не понимаю, то есть, для чего этот нож, он, как бы, маленький, с таким, как бы, чоэлом. Мне вот очень интересно сейчас, допустим, было бы посмотреть на большой бантер, да, то есть, который Винаев там анонсировал, там, в ближайшее время, наверное, появится в продаже. Вот, ну, это сравнить, потому что там есть такой чоэл, наподобие, как вот у спайдерка, да, то есть, там, я думаю, что он будет достаточно удобен, да. Ну, очень хороший, очень хороший рез, то есть, там, достаточно длины клинка для, вот, каких-то летних, там, EDC задач. Вот, и все, ну, и много вообще, кто говорит, кстати, что шпенек обычно, там, съедает, там, режущую кромку. Ну, то есть, не режущую кромку, там, длины клинка. Да. Да, но если мы, как бы, посмотрим, то есть, мы же не режем вот так вот, под 90 градусов. Мы всегда под каким-то, там, углом. Если мы под каким-то углом режем, то, в принципе, наверное, длина клинка не съедается. Обычно вот эта часть используется крайне редко только на строгании. Вот я на себе замечал, то есть, он примерно на том же самом деле. Я вот тортик резал, вот этим ножом тортик резал, очень удобно. Ну, вот тортик, кстати, да, ты дойдешь до шпенька, дальше просто до того же... Доходишь ровно до шпенька, почему, ну, такой толщины тортик был. Вот, доходишь ровно до шпенька, это раз, а во-вторых, очень удобно, как лопатку используют нашу. Потому что, потому что он широкий. Да. Вот, и это вот для меня, в принципе, EDC-шный такой вот летний, там, король, да, то есть, там, ищу, да, то есть, там, периодически смотрю, то есть, какие-то модели, да, там, и вот из последних, еще раз, да, там, говорю, это Векш, которая от Эх, Секайф. Ну, мне этот больше нравится. Ну, он, мне кажется, и полегче, чем Векша, но длины клинка поменьше. Да. Ну, они разные, то есть, сравнить их не будем. Итак, бантер, это у нас номер один в моем рейтинге, в разделе летнего EDC. Второй раздел, это просто EDC, такой, вот, и просто EDC, здесь тоже Венайф, это модель, Венайфы захватили твой EDC, модель этого года. И я считаю, что в этом году вообще, как бы, Венайф выстрелили, у них было просто какое-то колоссальное количество удачных, просто, ножей. Ну, вот этот нож мне просто, вот, зашел, и мне, для меня он очень удобен, просто, и, не знаю, это такой полноценный вот EDC, в моем, таком, понимании, виде, да, то есть, там. А что в твое понимание EDC входит? Обычное, не летнее, летнее более-менее понятно? Ну, летнее, это более легкие, да, то есть, там, каждый день с собой, ты его берешь, EDC, то есть, это, ты каждый день его можешь взять с собой, он выполняет, там, 99 всех задач, может выполнять, да, то есть, там, не знаю, сейчас, там, поздняя осень, там, ранняя зима, И, допустим, такой нож, там, очень удобен, да, то есть, там, в офисном каком-то исполнении, в виде, да, то есть, там, использовании, ты можешь легко вскрывать посылочки с новыми ножами, к примеру, там. Это самое приятное, ножом открывать посылочки с другими ножами. Да, или, там, использовать его, как столовый нож, там, и он очень хорошо сидит на кармане, ну, то есть, он очень узенький, очень приятная, глубокая посадка, у него отличный механик, его можно легко открыть. Моим удобным, самым любимым открытием, это, как, за спайдер холл, да, то есть, там, флик, флик, да, там, щелчком можно открыть, вот, то есть, это такой, вот, EDC-шник, в моем понимании, который, вот, там, очень удачный. Но ты предпочитаешь больше резачки, чем ламы, на EDC? На EDC, да, больше резачки. Это не из-за того, что у меня был Осборн, конечно, там, гонч-мейн, но, на EDC. Ты просто рассказывал, что встал как-то вопрос, что такое, либо такое, мне стало интересно, лом или все-таки резак на EDC? Я ближе, наверное, к чуть более ломовитым ножам, наверное, на EDC, хотя и то, и то хорошо, и то, и то нормально, но вот по задачам, скажем так, бояться сломать его по какой-то боковой нагрузке или силовой работой, не очень хочется, чтобы больше уверенности было. Красивый карбон, прям очень красивый. Мне тоже очень нравится, отлично получилось. Вот у меня еще есть один EDC-шник, любимый, который, на самом деле, и можно и летом, и зимой, да, то есть, там, это гном от Yeti, в карбоновом таком исполнении, он очень легкий. С карбоновым фреймом. Ну, с карбоновым фреймом, да, он очень легкий, очень интересное, там, техническое решение, да, и вообще этот нож у меня сейчас больше всего на кармане, мне он нравится, и, в принципе, ну, такой полноценный, такой EDC-шник, но при этом он очень легкий. То есть, ты успел в дроп попасть? Сейчас у него еще дропаться будут, которые с микартовыми ставками. Не участвовал? Не участвовал, потому что есть этот. Ну, я также не участвую, у меня EDC-шник, который, правда, на Титане, и все закрывает. Другого пока не хочется. Ну, вот я могу одно сказать, что вот этот нож, в принципе, да, и бантер, да, то есть, гном и бантер, они по своей идеологии очень близки и похожи. То есть, это два человека, которые имеют богатый опыт общения с разными ножами, вот, пришли к тому, что нужно, в принципе, да, то есть, там, на повседневное использование какой-то небольшой легкий нож с глубокой посадкой. Ну, то есть, и вообще мне клипсы, кстати, больше всего нравятся, это вот именно проволочные. Я вот не любитель проволочных. Вот, что мне как раз не нравится на Векше, новый, вот, легкой, это проволочные клипсы. Ну, просто потому, что я не любитель. Ни хорошо, ни плохо, но, как бы, не знаю почему, не зашло. М390, да, здесь? Да. И хотел сравнить, допустим, там, сейчас, там, ножевую, там, тему, да, то есть, там, ножевых, там, дизайнеров, там, производителей, там, с IT. В IT есть такое определение DevOps, да, то есть, там, разработки. Это когда очень быстро выводится продукт на рынок, ты понимаешь какие-то, не знаю, там, огрехи своего софта, да, и потом быстро, ну, как бы, перерабатываешь, делаешь, выпускаешь и так далее. А не ждешь, как раньше, да, то есть, ты выпустил, там, какой-нибудь релиз Windows, там, 3, там, и, там, два года ждешь, чтобы, там, выпустить какую-нибудь следующую новую версию. Чтобы на ходу правились, да. На ходу, по-живому, вот, именно по пользователю. И вот у Данила, да, то есть, там, у него очень похожий подход. У него небольшие дропы, то есть, это не штучное исполнение, да, потому что, наверное, штучным исполнением это будет очень предвзято, да, то есть, там, небольшие дропы, там, по 20-30 ножей. Потом пересматриваются, да, но это, как бы, вот, именно поиск какой-то, там, оптимального, наилучшего, да, того-нибудь решения, да, то есть, там, и вот этот нож, я считаю, вот, он не зря у меня, там, на кармане, там, больше времени, ну, и проводит, в принципе. Вот. Следующий, там, тогда, да, раздел, который я смотрю, я такой, назовем это полноценный, да, то есть, там, нож, да, то есть, это уже что-то такое большое, это вот, там, формат, там, я не знаю. МКАД, да, это вот, МКАД, СКФ, там, подразделение, ну, уже нет этого подразделения, не подразделения, САБРЭМ, да, там, МКАД, вот, это ЛОРА, отличный дизайн, просто вообще шикарный нож, прекрасная механика, и это, вот, один из самых удачных, наверное, ну, в МКАДе, да, то есть, линейки, это самый, наверное, удачный, и самый желанный, наверное, у всех, там, нажиманных, кто, вот, любит, именно, там, СКФ, в линейке МКАДе, да, то есть, это, вот, ЛОРА. Очень хотелось бы, конечно, там, ЛОРА-2, чтобы вышел, ну, может быть, под брендом Эхо, как раз, что-то подобное и будет, попроще, из материалов. Потому что Эхо, это тоже же саббренд СКФ, я понимаю, там, еще более бюджетный, чем МКАД. Эхо, да, другие размеры. Ну, размеры только поверхности, судить пока рано, посмотрим. Ну, время пока же, да, то есть, там, ну, саббренд более дешевыми материалами, ну, отличная, как бы, идея, то есть, в принципе, тот же самый, там, Севи и Винаев, там, вот. Ну, прям, следов на клинике никаких нет, что-нибудь, ни хард-юзер, ничего не делала, что-то такое. Особо нет, ну, там, с кончиком немножко, если посмотреть, там, немножко занят. Чуть-чуть, ну, это ерунда совсем. Вот, а так ему идет очень поюз. У него просто материал такой, когда ты им чаще пользуешься, то появляются какие-то, не знаю, там, поюзы, следы, там. Потертости на гранях. Потертости, там, на гранях. И чем больше пользуешься, тем нож приобретает, не знаю, там, свой, как бы, шарм и, там, красоту. Вот, иногда просто хочется такого вот размера, да, то есть, там, это, там, зимой, наверное, когда у тебя позволяет, ты, не знаю, там, брюки, штаны, там, именно достаточно тяжело. Ну, ты в курке весь такой достаточно объемный, доставать маленький ножичек как-то не очень хочешь, тут побольше. Да, ну, вот это вот отлично. Но единственное, что зимой он, мне кажется, холодноват будет. Если мы зимой на улице его используем, да, то есть, там, ну, наверное, это на какое-то непродолжительное время, да, то есть, там, и в минус 5, минус 10, я думаю, что проблем никаких не будет, да, то есть, там, титан, рука. Я одним остальным ножом в минус 20 что-то попытался сделать, мне хватило ровно секунд на 10, потом рука начала прям ощутимо мерзнуть и перестал делать. Более теплое, конечно, там, исполнение, там, не знаю, карбонами, картами, отлично, но мне нравится этот нож. Вот именно в своем сегменте, это, я не знаю, как бы это просто вообще замечательный нож. Потом, что еще, ну, следующее, да, то есть, там, то, что хотелось, это, вот, иногда просто хочется поиграться, побаловаться. И вот просто, там, не знаю, там, этим ножом, там, можно 20, по-моему, есть где-то видео, как 21 способ открывания, да, то есть, там, ну, по-моему, а ламика, да, то есть, там. И мне он очень нравится, он очень красивый и просто самая лучшая механика. И это, вот, у меня, там, раздел, в который я бы его отнес, это такой некий, ну, такой спиннер, да, то есть, там, как-то, вот, такая игрушка. То есть, нож, но он полноценный, он очень... Это говорит фиджетабельность. Я узнал фиджет, да, то есть, такого. Узнал терминологию, что это такое? А я ее забыл, я вот хотел сейчас использовать, но на самом деле забыл. У него, да, отверстие, пожалуй, как фронт-флипер. Это самый удобный фронт-флипер, ну, по открытию, то есть, там. Ну, у него достаточно сильный плавник-то высовывается. Сложно ошибиться. Чуэл. У него хороший детент. Да и тут, на самом деле, и сталь хорошая, и карбон очень красивый. 90-е, конечно. Больше, как игрушка, правильно? Это игрушка, покрутить в руках, приятно, когда ты владеешь. Я иногда просто его беру в офис, вторым ножом, и просто все видишь, флипуешь. Иногда сотрудники, как бы, там, твои коллеги, там, смотрят очень странно, но ты делаешь вид, что ты не обращаешь внимания. Они боятся претензии какие-то выдвигать, видимо. Продолжаешь просто там играться, потому что он интересен именно, он приятен в руке, и им просто хочется играться. То есть, это такая игрушка некая. Ну, как тебе вообще такое? Красивый. Ну, действительно, чисто поиграть. Ну, коробочки повскрывать можно. Маловато, конечно. Тортики таким нарезать уже неудобно будет. Тортики, да. Чисто, как вот, ты правильно сказал, слово подобрали, фиджетабельность. Сидишь, чем-то занимаешься, и вот параллельно достаешь коллег своими этим щелканьями. Иногда просто, не знаю, там, вечером, думаю, хочется просто как-то отвлечься, да, то есть, ты можешь сидеть и просто играться. Я дома не играюсь, я играюсь на работе, потому что дома мне прибегает кто-нибудь из семьи и говорит, хватит, там, щелканьями, особенно если ты берешь какой-нибудь автомат, щелканьями, там, знатные, там, дышь, жена ребенка укладывает, там, приходит, потом начинаются проблемы. Поэтому я стараюсь не это. Автомат, кстати, это тоже следующий мой раздел, который, как бы, я считаю, что вот автомат, это очень удобно, да, то есть, там, фронтальный или с боковым образом? Мне нравится и фронтальный, и с боковым. Просто, ну, вот взялся, там, там, фронталку, там, это одна фронталка у меня, которая осталась, в принципе, это UTX-85 в таком исполнении, вот, с боковым тоже есть очень много интересных ножей, там, это и протеки, и микротек, и мне очень нравится, там, Шакуров, да, то есть, с его фирменным замком, вот, и у него, кстати, интересная такая, как бы, автомат, если, там, протек, он пытается у тебя из руки выскочить просто, когда ты... Ну, протек, керш, вот, ланчей, все-таки, с ланчей. Да, там, очень мощная пружина, то, вот, у Шакурова такой вялый, такой, флип, он такой, открывается, так, очень, не спеша, так, и вялый, и, ну, ну, в этом что-то есть, и, как бы, то, что, просто, уникальный замок, там, свой, да, он просто сам реализован, очень интересно, то есть, это... Ну, я видел на клинке, я на позапрошлом или прошлом как раз трогал, но мне непонятно, как его носить на кармане, он, вроде, никак не блокировался, автомат. Нормально он на кармане, вообще, не нажимается кнопкой, и, то есть, это, ну, не знаю, нужно постараться, он очень плоский, тоненький и плоский, там, сам нож, и, в принципе, нету, ну, как бы, и там у него кнопка еще, она в две стороны выходит. Да, и вот положил его на бок, нажал, у меня нож открылся тогда на выставке, и возник вопрос, может, они, конечно, что-то доработали, но, мне кажется, ему нужно какую-то блокировку делать на всякий случай. Люди-то фронталки, вон, в чате иногда читаешь, боятся носить то, что, о, это ненадежно, вдруг кармане откроются. Ну, вот попробуй такую фронталку, мне кажется, это невозможно, ну, просто так, случайно, невозможно. Можно, я знаю даже как, так как я таскаю телефон в правом кармане вместе с ножом, то, когда у тебя нож висит вот так, и ты сюда засовываешь телефон, надо понимать, что, ну, ни разу не открылось, но один раз себя поймал на мысль, что я сильно нажал. Ну, ни разу мне не открывалось, но, опять же, здесь все-таки защита, на листике бумажки можно проверить, даже если он войдет в ногу, ну, немного порежут. Мы же нажиманы, мы должны быть привычны к порезам. Вот, нормально. Немного перчинки в жизни. Очень часто, кстати, бывает такое, что ты вроде вот играешься, что-то засмотрелся, и раз, задел, и у тебя такая кровь. Постоянно, вот вообще постоянно. Вот, чем больше ты крутишь на жир, тем логичнее, ты чаще режешься, и я постоянно в пластырях, или чем-то еще, или уже без пластыря так нормально заживешься. Ну, скоро должна мозоль, наверное, уже на них теряться. А у меня пальцы вот эти вот очень грубые, и это из заточки связано, потому что постоянно я и пальцами и проверяю, и плюс камни надо ходить, они такие, а остальные не очень. Бывает, больше всего и сильнее всего я режу по собственной глупости. То есть, когда, знаешь, несоблюдение стандартной техники безопасности, потом, ой, 85-ка, вот многие говорят, что самое лучшее соотношение размера. Размер просто вообще вот, ну, намного более удобный, да, то есть, там, чем полноразмерный. Он полноразмерный, кстати, да. Длина клинка, там, на несколько миллиметров, там, меньше. Отлично. То есть, вот, в использовании отлично, но почему-то он редко бывает, да, на кармане, потому что есть, там, конкуренты, да, то есть, там, кого-то можно взять на карман. Но, вот, для EDC, вот, если, допустим, вот, используют, кто-то, вот, выбирает, ну, автомат. Продукты, наверное, возможно. Знаешь, в голове какое-то ограничение есть, у меня бывает, когда беру, а вдруг тебе сегодня что-то надо нарезать, эти же самые помидорки, это потом туда забьется, а это потом чистится. Можно, конечно, забить и просто получить кайф от удовольствия, но все равно, как-то на жаману в голове это сидит, что, да, поэтому есть горфикс. Потом нужно обслуживать, да, да, да. Да, да, если, допустим, этим тортик уже удобно, не знаю, там, резать и использовать как лопатку, да, то там я буду уже думать, да, то есть, доставать нож для тортика или нет, потому что не всегда бывает возможность, да, ну, то есть, тортик это какое-то мероприятие, да, то есть, там, праздник, и не всегда бывает возможность, допустим, очень оперативно его как-то промыть, аккуратно высушить, сложить. Там все это, все, поэтому, а ты сам ножи сюда обслуживаешь и затачиваешь, вот. Сам обслуживаю, затачиваю сам, но плохо получается. На чем затачиваешь? На гаджете. И плохо получается? Да. Ну, ты, наверное, вообще не стараешься, достаточно просто. Я могу отвлечь себя немножко, и вот такой, ну, то есть, ты, когда затачиваешь нож, то есть, это достаточно трудоемкий, долгий процесс, вот, ты вроде все аккуратно делаешь, 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 потом раз, куда-то отвлекся, и камнем, там, не знаю, там, соскочил куда-нибудь, не туда, по кромке заехал, не знаю, в ручку куда-нибудь, там, и тому подобное. Нужно не отвлекаться, концентрироваться, даже на гаджете, хотя он упрощает многие ошибки, достаточно хорошая вещь. Семен, привет, мы все еще тебя ждем, когда у тебя будет время, просто мы тут почти договорились, но немного не сошлись по графикам, также на подкастах. Нет, гаджет вообще отличная точилка, вот, мне больше всего нравится править, то есть, править на мусате, править на спайдерка, там, как это, триангл, да, то есть, там, тот же самый мусат, только под определенным градусом. То есть, вот, вот это просто, вообще. Ну, это мне тоже самое любимое, поэтому у меня большинство DC-ножей в двадцатку, как на триангле двадцатка стоит, и пошел два движения и убрал, чтобы каждый раз не расставлять всю эту систему. Ну, именно обслуживание, там, не знаю, там, разобрать аккуратненько, нож, там, все почистить и тому подобное, это нравится. Вот. Двигаемся дальше? Двигаемся дальше, да. И следующий, наверное, раздел, который мне хотелось тоже, это вот, в машину. Нож? В машину? В машину. Опять Винайф. А не захватили тебя? Может, их амбассадор? Нет. А жаль. Очень классный, вообще, это Ильшевиц дизайн, да, то есть, там, очень, не знаю, бодро вообще, как бы, флипует, очень, ну, как бы, там, удобный ножик, это такой, тоже, там, не знаю, там, больше поковырять лом, там, там, подобное, и вот здесь, там, скулкрашив, там, говорю. Черепа крашить? Не в машину, вот, я думаю, что не хотелось бы, ну, вдруг, если придется что-то, стекло разбить или еще что-то, почему нет? Вот, то есть, вот. Лучше, чтобы было, чем не было. А так, да, получается, что три Винайфа. Тебе цвет какой больше? Чёрный нравится? В общем, на ножах, цвет клинка, цвет рукояти, к чему стремишься, или это не важно для тебя? Не важно, но нравится, когда просто гармонично. Чёрный цвет не всегда удобно обслуживать, да, то есть, там, лучше всего, там, есть, там, ну, какая-нибудь галтовка с том, лошадь, там, подобное, да, то есть, там, обслуживать ножи. Ну, то есть, меньше, там, пятен, видно. Ну, плюс, чёрный всё-таки протирается, кому-то нравится, кому-то нет, как выглядит он после поюза. Ну, вот, конкретно, там, этот нож, да, то есть, там, чёрный, ну, идёт, в принципе. Ты как-то выбираешь ножей, какой ты сегодня не возьмёшь? Есть проблема выбора, что взять? Или сразу есть предопределение сегодня с этим, завтра вот с этим? Ну, у меня под настроение. Обычно есть, там, к примеру, нож, там, гном, да, то есть, там, и он априори, как бы, в приоритете всегда. Вот, но бывает настроение, что ты берёшь какой-то другой нож, потому что, вот, тебе захотелось что-то другое, да, то есть, там, взять. Или, допустим, ты берёшь нож, потому что ты его недавно приобрёл, да, то есть, там... Ну, ещё ты не наигрался, это нормально. Ты должен, как бы, понять, вообще, как бы, насколько он тебе, не знаю, там, нужен, да, там, просто вообще, как бы, нож. Ну, вот, поэтому приоритет номер один, а потом уже под настроение, в принципе. Вот, это вот машина, и потом моя любимая, не знаю, там... А, нет, ещё вот есть отдельно стоящая такая у меня... А он для чего? Вот это? Да. А это Sleep Gen. Джентльменчик. Он очень лёгкий, удобный, и формат мне просто... Вот это отдельно просто даже, то есть, его можно бы, там, не знаю, там, на лето записать, да, то есть, там, и с бантером поставить. Но именно Sleep Join такой, отдельно стоящий, не знаю, там, подраздел, да, такой, который вот именно джентльменский, классический, да, то есть, там, открытие. И, в принципе, его достаточно, его хватает, то есть, это очень интересно. Обычно на Sleep Join там нет ещё и клипсы, да, то есть, там, у этого есть, и он очень лёгкий, и вообще симпатичный. И Микарта. Микарта. Ну, Микарта, это всегда хорошо. Вот удивительно, мне очень нравится Микарта, но у меня почему-то мало на жизнь Микарты. Потому что Микарту сложнее обслуживать. Ему можно, конечно, мыть, его можно наносить масло, но Микарта очень приятно, всегда затирается, и вот именно от сальных... Зачем наносить масло? Микарту? Да. Ну, наносишь, там... Светло является. Либо, там, Danish Oil, либо, там, какое-то другое, там, масло можно нанести. Не, я знаю, что наносишь, я сам наносил, но сейчас перестал. Поры забивает, меньше, ну, там, менее марким становится, его, там, легче, там, отмыть и всё остальное, но с одной стороны. А с другой стороны, теряешь текстуру, теряется фактильность какая-то определенная. И, как бы, вот... Я перестал, пускай засаливается от руки, то есть, как бы, никакого масла не используют. И вот конкретно эта Микарта, да, она, там, со временем должна... Он достаточно новый нож, пока еще не набрал красоты, но... Сразу будет видно, насколько ты его пользуешься. Со временем он наберет и будет очень симпатичным. То есть, он просто потемнеет, вот именно конкретно эта Микарта. Все ножи, которые здесь, ни у одного нет бусины. Ты не носишь их? Или просто... Хороший вообще вопрос. Не ношу, потому что, ну, не мое, не зашло. То есть, лишняя погремушка на ножах тебе не нужна? Я перестал любить бусины после того, как одна бусина мне поцарапала ножик, там, протековский. CQC-7, там, с черепком, там. Вот. И он его поцарапал, и он как-то... Я подумал, зачем я вообще бусин туда надел? То есть, вроде бы, для красоты, а стало это, там, менее красиво, как-то, с царапиной. И поэтому я снял, и, в принципе, у меня нету бусин и темляков, да, какой-то. Мне нравятся глубоко именно посадки. То есть, ты посмотришь, в принципе, очень много с глубокой посадки, да, то есть, там, все клипсы, чтобы нож... Ну, просто в городе же, да, то есть, там, все обитаем, да, там. А городские джунгли, они, как бы, подразумевают, что лучше не показывать все-таки, как бы... Чем скрываешь, чтобы, да, людей не травмировать. Да. На кармане нож, это не каждый понимает, согласен. Поэтому бусины, это вот, ну, не мое. При этом я хорошо отношусь к бусинам, тот, кто коллекционирует, собирает, там, бусины. И это тоже отдельное, как бы, направление, это произведение искусства, да. То есть, там, можно, не знаю, там, карты собирать, да, то есть, там, титановые, какие-нибудь, там, тактики, там, практические. Карты, монеты, что у нас, там, кнаки, уже все что угодно. Да? Все пришло. Нет, больше, там, не знаю, нравятся какие-нибудь вот такие вот, как вещи небольшие, там, какая-то Турзуоловская от Сивили, да, то есть, там, ну, что-нибудь типа такого. То есть, это практично и удобно. Я этим пользуюсь. Складной пинцет. Складной пинцет, да. Зачем он, что им делать? Я понимаю, если такие были популярны, когда был период этого вейпинга, там, тебе перематывать что-то нужно. Сусениц вытаскивать. Какой-то он агрессивный пинцет, там, с полпальца, наверное, можно вытащить, параллельно, еще кожу снять. Да, иногда надо рассечь кожу, чтобы добраться до вот этой вот истины. Ну, это если за носу, прям, уже, если... Да, 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 да. Вообще не видел такое оригинальное. Где-то в институте наблюдал, даже не придал значения, что кто-то у нас стоит, такое покупает. Титан материал? Да. Такой пинцетик. И вот там, следующий там раздел, это для души. Вот у меня в этом разделе есть два ножа. Один вот такой тоже автоматик маленький, очень тяжелый, такой, по ощущениям, прямо вот, вот, прям полноценный нож. Но при этом он очень маленький, это, естественно, там, не знаю, патиной покрылся там. Ну, это еще из-за рукояти. А что за материал они используют? Латунь, да. И вот им я достаточно часто пользуюсь. Потому что там дома в основном это приходится вскрывать какие-то скотч, коробки и тому подобное. И очень приятно брать в руки, им очень приятно открывать какие-то коробки, там, обычно для чего там нужен, там, не знаю, там, складной нож, именно дома, да, то есть там или в офисе. Иногда я его, кстати, беру в джинсах, там, карман есть, да, там, для зажигалок. Вот он туда идеально входит, его особо не видно, и ты, в принципе, можешь в правый же карман для зажигалок его, ну, как бы, разместить. И рядом еще, ну, там, не знаю, какой-нибудь такой вот EDC-шник, вот там. Два помещается сразу. Помещается, удобно, не мешает, там, не знаю, дает. И если сравнивать с более легкой версией, там, это ран 5, то вот тяжелая, она прям вот выигрывает, наверное, во всем, в разы. То есть именно как-то ощущение в руке. Веса. То есть чувствуешь именно, что это нож. Ну, тяжелая для такого размера клинка лично, как по мне, чуть легче бы хотелось. Ну, им надо попользоваться, чтобы понять, что тяжесть – это хорошо, надежно вес. Тяжесть – это надежно, согласен. Вот, и еще есть один тяжелый ножик. За сотню он точно. Да, он больше 100, я, к сожалению, сейчас не помню, но он больше 100. Вот, и еще один вот нож, вот именно для души, да, то есть это CKF, EVO, третий в Mi-карте. Новый, который вот недавно вышел. Да, и здесь вот уже начинается, видно именно там похожие Mi-карты, именно уже, ну, там, следы, да, то есть там какие-то засаливания. Засаливание, да. Вот, это, наверное, вот из новых EVO лучшее исполнение в моем… Mi-карте. Mi-карте, да. В моем таком, ну, по непониманию. Мне он очень нравится. И вообще фанат… EVO. ROTON, да, то есть там, поэтому… Такой большой, тяпочка. Mi-карте у них красивый, да, я его выходил и смотрел. И вот, чтобы этот нож понять, его нужно на самом деле брать с собой, пользоваться им, не знаю, фотографировать его, потому что… Не инстаграмный нож. Инстаграмный. Мне не нравятся у них версии, которые там с большим количеством. Тимаску, Цицерконио, вот такие слишком аляпистые. Ну, я не люблю просто дизайн. Мне не нравятся версии черные, которые там в DLC покрытые. Она вообще странно выглядит. Ну, это чисто вкусовщина, конечно, идет. То есть кому-то нравится, кому-то нет. Ну, в DLC оно, да, не очень интересно. А вот с Mi-карты прям… В этом году что-то все Mi-карты выставки начали делать. Не знаю, хочется… Мода пошла объединять. Хочется тепла и тактильного. Год такой, что очень хочется тепла, да. Да. Это вот нож второй для души. Ну и для дела, в общем-то, им порезать можно. Тот же тортик, о котором упоминалось ранее. Им можно делать все, в принципе, но именно ощущения от него, они такие вот… Ну, для души, да. Поиграть, пощелкать, посмотреть, пофотографировать. Вот, он очень нравится. То есть, ну, это вот ножи, получается, те, которые там, не знаю, у меня основные, которые я там люблю, которые ими пользуюсь. Это вот следующий там раздел, да, то есть, там, я считаю, что там дополнение, да, это уже там фикс ножи. С собой фиксы принес? Да, несколько взял. И здесь есть горфикс, да, то есть, там, городской фикс. Вот. Сейчас. Это… российский там, кастом, это единственный нож с бусиной. Ну, так же из Микарты ему идет, там, как цельное что-то. Ну, он просто в комплекте, то есть, вот так, без него не продавалось. Просто листал Инстаграм, и попался просто вот нож, зашел, посмотрел на мастера, ну, то есть, ознакомился со своей работой, мне просто написал, он говорит, да, продается, и купил вот, ну, как бы, нож. Он очень удобен, это М390, он очень удобен для каких-то продуктов, и там, очень удобно резать мясо, то есть, когда ты, там, на шашлыках, допустим, и ты просто в одной руке вилка, в другой этот нож, ну, то есть, это просто, ну, сочетание для меня… Горфикс. Ну, Горфикс. Ну, Горфикс, он очень-очень удобен. А кто, что за мастерская, кто мастерник? Это лезвие Найфса. Не слышал. У него не так много, то есть, там, ножей, каждый индивидуальный, они все небольшие, маленькие, у него есть, там, ряд ножей, которых он там делал, они, там, по два-три сантиметра, наверное, лезвие. Компактные настолько. Ну, то есть, есть такие, из М390. Ну, в городе, как Горфикс, такого должно входить. Ну, конечно, для Горфикс, мне кажется, тяжеловато. Чисто на каждый день. На каждый день, да, но смотря, как его использовать и где ты его носишь. Если ты, допустим, его кидаешь в рюкзак, в сумку, то вполне, потому что Горфикс я не очень воспринимаю, да, то есть, там, как можно вот нож носить, там, на кармане, фикс в городе, да. То есть, там, для меня это немножко странно, когда есть такие замечательные складни, еще и с глубокой посадкой, то вот этот нож, он достаточно незаметно можно носить, если ты, как бы, не в джинсах, да, когда у тебя вот так будет торчать, да. Ну, это, да, это перебор. Когда у тебя брюки, когда он у тебя полностью скрывается, то есть, его можно, в принципе, в брюках, ну, то есть, полностью вскрыть вот этот вот нож, если ты, как бы, вот, именно в городе. А сколько ты вообще ножей в день носишь с собой? Один точно? Иногда два-три. Максимум три получается? Максимум три. Ну, мультитул с собой еще дополнительный? Нет. Нет. На работе есть свой мультитул. Ну, так, на всякий, вдруг, где-нибудь по улице идешь, у вас срочно надо что-то открутить. Нет, ну, три максимума. Почему? Потому что, ну, у тебя, допустим, какой-нибудь, не знаю, там, основной нож, ты там взял что-то, знаешь, что, к примеру, тебе надо много открывать сегодня коробок там по работе, да, там, к примеру, ты взял с собой дополнительно, там, не знаю, там, в карман какой-то такой нож, ну, и, может быть, у тебя там в рюкзаке еще что-то лежит. Да, то есть, там, может быть, там, горфикс лежит. Поэтому, может быть, три. Немного. Ну, я думаю, что есть люди, которые намного больше носят. Да, бывает. Бывает. Ну, один это уже много, в принципе. Для обычных людей, когда ты встречаешь, у тебя нож, да, то есть, там, один нож, это и то, ну, как бы, там, пугает. А потом они у тебя начинают стрелять, потому что им нужно что-то порезать. У меня была один раз такая забавная ситуация. Была встреча, ну, то есть, там, по работе в ресторан, и там проход был через металлоискатель. Вот. И рядом стоит, ну, то есть, металлоискатель рядом стоит, даже, как вот в самолете, когда досмотр идет, то есть, там, это лента, да, то есть, там... На просвет. На просвет. И до этого я был в отпуске, там, две недели, там, три недели, да, то есть, там, не был там в городе. И получается, что были какие-то ножи, которые приехали, там, по доставке, да, то есть, там, ты вот заказывал, они там приехали, ты их взял только что, там, не знаю, сходил в СДЭК, там, на почту, ты их все вроде саккумулировал, взял, и у тебя, там, штук шесть ножей, вот, и плюс один, допустим, там, на кармане, да, то есть, там. И ты через этот металлоискатель ножи просвечиваешь, и вот у людей был просто вообще шок. Я говорю, давайте я вам оставлю. Ну, пришлось оставить, как бы, и потом все это дело забрать, но там охранники, они просто были, ну, как бы в шоке. Не понимают. Не понимают. Говорят, ну, это, говорит, первый раз у нас такое, когда вот, там, такое количество, там, ножей, да, там, человек, там, там, с собой, там, я говорю, ну, да, вот так вот получилось. Ну, ты мне стал объяснить, почему, что, зачем? Нет, а зачем? Правильно, смысла нету. Я думаю, что, вот, я сюда тоже, там, на метро добрался, да, к примеру, и подумал, что вдруг меня вот сейчас тоже попросят, там, просветить, да, то есть, там, ножи, вот, я с собой, там, две сумки с ножами, там, нес, да, там, пронес. Я думаю, что ситуация могла повториться, в принципе, то есть, ну, теперь уже в метро, там тоже есть просветы, могли, там, попросить. Обычно, почему-то, как-то, в метро меня просвечивали, даже с учетом, что у меня там было несколько ножей, и их было видно, и им все равно не интересуется, вот, в метро вряд ли. В некоторое заведение, в ГОС заходишь, там, да, спрашивают, недавно спрашивали, а зачем с собой ножи? Я не нашелся ничего лучше сказать, чтобы продать. Он такие, а, понятный, пропустил меня. Интересно, что ему это сказало? Я сам не знаю, почему это сказало. Ну, он сразу понял, ну, все, предприниматель, да. Нет, там еще место такое, где ножи лучше не продавать. Вот. Да. Бывает. И еще один Гурфикс. Покажу. Ну, вот, это уже, ну, там, ТРЦшник, он очень тонкий в обухе, очень удобно резать какие-то, продукты. Резачок. Это, да, это резачок, именно там, для продуктов, он будет. И также на Микарте, да? Да. Вот так. Красивое. Собойный пикник в основном. Да. Здесь вот как раз бусины не хватает. Просто темляк есть. Темляк есть, а бусины... Чтобы вынимать, да, из ножа. Без него, да, не вынимается. Ну, вот сюда как раз бусину какую-нибудь. Посмотри, есть же из G10 сейчас делают. Знаешь, мне нравится бусина с кофе, которая вот там на Best Blast появилась. У него сейчас смотрел, смотрел. На XM Coffee, который? Да. О, я себе взял, как раз на гнома повесил. Вот, я вот думаю, вот сюда вот такой вот. И этот нож, получается, я сейчас жду от Данилы, да, то есть от этих там... Скелетник? Химера Сити, нет, не Скелетник. А, Сити. На Микарте там тоже. Ну, там, на фиолетовый такой. Вот. Это что-то новое у него, дроб какой-то? Ну, вот у него был второй дроб. У него был сначала, там, первый дроб, который ждал. Я вспомнил, да. Вот, я там не участвовал, потому что, ну, подумал, что, как бы, и так уже перебор. Вот, ну, почему-то вот в самый последний момент рука дрогнула и поучаствовал в... Его там в следующем дробе, в общем, я тоже жду и, не знаю, там, буду смотреть, да, то есть там, потому что, ну, Горфикс, то есть, может быть, он его там как-то подвинет, да, то есть там, Химера Сити. Ну, этот вот нож, как резак, мне вот он очень нравится. Ну, мне Химера Сити, он постоянно во внутреннем кармане куртки сейчас носит с собой. И как ни странно, блин, до этого там другие ножи были, они работали, а этому что-то пока даже никакая работа не выпала нормально, пока сам там не придумал пару задач. Ну, с собой таскается он, на самом деле, очень легкий. В внутреннем кармане его практически не ощущают. На продуктах, ну, это тоже легкий очень. За, не знаю, за обуху, за... То есть, он очень, как будто, легкий. Но на продуктах, то есть там, фиксы же лучше всегда, когда ты ими пользуешься, именно там продукты, легче помыть. Да, ну, просто получается, что не выпадает толком задач на него. Еще я заметил, пока думаю, почему так, что тяжесть ножа, ощущение ножа в кармане, это не всегда полностью вес. Это вообще совокупность, наверное, длины, размеров и веса, как он сидит, что он тебе кажется тяжелым, либо нож при таких же габаритах, в таком же весе, кажется, тебе чуть легче. Такое вот как-то бывает, я пока не понял. Поэтому до конца не сформировал мысль, что один и тот же нож, который весит одинаково, но имеет разную форму, разные габариты, размеры, ощущается абсолютно по-разному, и даже ощущение веса разное. Вот ты взял и говоришь, нет, тяжелый нож, да, к примеру, там. А возьмешь ты этот нож такой, нет, это легкий. Да, потому что для такого размера, ну, наверное, это легкий. Да, и по ощущению, что ты его берешь, ну, наверное, он легкий. Да, даже, может быть, чрезмерно, ну, кому что, все разные. Все разные люди, всем по-разному нравятся. Я люблю такое средненькое что-то, в районе, вот, наверное, 100, 120, ну, там, 80, наверное, до 120, прям идеально. Что-то полегче, вот, например, как Векша, там, 76, ну, он даже легка, вот, бага, вот, ну, вообще не ощутим, поэтому, когда Берешулькин, он пластиковая игрушка, он прикольный, как Фиджет, ну, нет вот такого ощущения вещи, наверное, ощущения предмета в руке. Ну, там, согласен. И еще другой вопрос, там, если к складням ты вот смотришь, там, ощущение ножа, то есть от каждого ножа тоже, ну, как бы, это нож у тебя в руках или это не нож в руках? И получается, что 84-89, да, то есть, там, миллиметры, я ощущаю, что да, это нож. Наверное, меньше я не ощущаю, что это нож. Ну, к примеру, здесь меньше размер клинка, да, то есть, там, но я ощущаю, что это нож, потому что он, не знаю, там, шире или еще что-то, и, как бы, ты ощущаешь, что это нож. Вот, допустим, там, бантер CV, ну, мини-бантер, да, там, от CV, ты не ощущаешь, что это вообще просто нож, да, то есть, там, какое-то исполнение. Поэтому каждому, да, свое, и вес, и размер. Ну, плюс размер клинка, это всегда еще зависит от тех задач, которые ставят с ножом, то есть, тот же самый, вот, у меня на этих пятом приблизительно по размерам клинка такой же, там, еще дополнительный CV, но это чисто, вот, когда, я знаю, что надо вскрыть коробочки, за CV хватаешься, и очень удобно им орудовать. То есть, но как именно воспринять, как полноценный нож, ну, наверное, нет, потому что выпадет тебе, блин, да колбасу докторскую нарезать, чтобы вокруг, наверное, ее отпиливать. Хотя, опять же, в общем-то, и практически это и не нужно. Ну, да, всегда есть горфикс в внутреннем кармане. Недавно какой-то челлендж был, да, то есть, там, в чатике, когда все резали арбузы, да, то есть, там, в августе сезон арбузов, и вот все вот резали арбузы, и там, кто чем только не резал, да, то есть, там, кто-то, там, не знаю, там, челай там резал, да, там, у кого-то, я не помню, там, сантиметров 5-6, там, всего, ножа был, да, и все равно он смог разрезать арбуз. Не, ну, это можно любым, то есть, это просто вопрос комфортного, вопрос удобства, назначения. Так вот эти можно спокойно арбуз себе порезать. Ну, может быть, не совсем спокойно, но можно, этого хватит. И у меня последняя такая категория, тогда, из фиксов тоже, это такие походные, да. Ну, это куда-то в лес, ты часто ходишь в походы? Не часто, но периодически, да, то есть, там, и, там, не знаю, там, первый для походов, просто вообще, там, ну, незаменим, да, это Мора, да, то есть, там, полдристый, как он там называется, то есть, там, очень удобная рукоятка, очень маленький, и ты, как бы, вот, можешь, там, что-то порезать, поковырять, там, и так далее, то есть, там, ну, нож просто... Лышкарит. Всегда, то есть, он, не знаю, там, в походной сумке, там, какой-то огниво есть, иногда можно, там, побаловаться, рожащий, там, как-то, интересный костер, то есть, там, ну, когда ты с палаткой, там, с детьми. Созвать атмосферу. Ну, ты можешь, да, то есть, ну, походу, такой нож, ну, то есть, незаменимый. То есть, вот, Мора, я считаю, что один из, вообще, как бы, лучших. Именно Элдрис? Да, именно, вот, именно этот нож. Именно Элдрис. То есть, там, не компаньон, не классик. Нет, 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 то есть, вот, небольшой, как бы, там, клинок, спуски все, да, то есть, как он заполняет руку, я вот думаю, что, если бы в детстве был вот такой вот нож, к примеру, наверное, было бы меньше шрамов, потому что, там, таким ножом, да, то есть, там, ну, в советском исполнении, да, то есть, там, намного более, ну, некомфортно и неудобно, да, было, там, вырезать, там, какую-нибудь рогатку. Намного предместнее, ты имеешь в виду, да? Да, то есть, там, да, чем, допустим, вот такой вот Мор. Ну, и еще один нож, да, там, отцов. Легендарная финочка отцов. Да. А, это вот у них ограниченная серия была, как раз. Да, лимитка, с яркой, вот такой вот, не знаю, там, из кайдекса, там, ножны, да, то есть, там, очень удобные, там, продуваемые все. Вот, какая она легкая, у меня такая же, только на карбоне 420, ну, не лимитка просто, вот, обычно, захотелось, в этом последнем клинге как раз взял, классная. Мне кажется, это легче чуть-чуть, может быть, просто кажется. Это после этого ножа? А, нет, есть разница, этот, скажем так, не сквозной монтаж у меня прямо насквозь проходит, а здесь где-то, видимо, на середине останавливается. Ну, и как она тебе в работе? Ну, очень удобно. Я вот мало им попользовался, потому что это было уже, там, осенью, да, то есть, там, несколько месяцев, пару раз как бы использовал, но очень удобно. То есть, это, вот, отцов вообще, кстати, удивительные какие-то просто ножи, и я вот познакомился с этого ножа, получается, да, то есть, у меня, там, не знаю, в планах еще для похода, для леса, там, большой, там, бар, да, там, взять. А для кухни? Для кухни, вопрос у меня пока закрыт. У тебя кухня уже вся есть? Да, кухня есть, ну, у меня, там, европейцы, то есть, там, немцы. Удобно, удобно тем, что очень быстро можно восстановить, там, не знаю, там, режущую кромку, да, то есть, там, очень хотелось бы, на самом деле, попробовать для кухни. Я думаю, что какой-нибудь нож отцов я возьму для кухни, но не прямо сейчас. Ну, я себе взял 160, шеф, блин, ну, это кайф, действительно. То есть, мне больше 160-210 примерно не нужно. Ну, я тоже на 160. И прям доставляет кайф процесс нарезки чего-либо. Да и поправить-то, вот, несложно, если мусат есть, тем более не триангл, а чисто на мусате. Вот я уже попытался так аккуратно пока посмотреть, как будет. Правится хорошо, если правильно выставишь. У Ромы есть, ну, у Лунаев есть ролики, как отправить на мусате. В общем-то, если повторить, все нормально. А вот это, мне сейчас закрыл вопрос леса прям, ну, совсем. У меня есть тоже разные фиксы. Пока тоже купил, вот, в ноябре, и так в лес не попал. Но уже чувствую, что буду с такой ходить часто, потому что все основные задачи она выполнит полностью. И построгать, и там, да все. И что там еще? Можно продукты нарезать. Ну, батонить в лесу как-то можно. Для батонинга вряд ли. Для батонинга, вот, есть наш, в принципе, самый лучший батонинг. Ну, маленький такой батонинг, щепочки-то можно как раз делать. Мне кажется, он чуть тоньше, да? У меня сделали на аваноксе по обуху. Не могу сравнивать, потому что есть только на аваноксе. И все 30. Блин, прикольно. Ну, мне очень понравилась именно сама сталь. То есть это же нержавейка, по сути дела. Ну, прям совсем нержавейка. Да. Плюс еще линзочка. Ну, потом расскажешь, когда в нормальный лес походишь, как на тебя. Но карбон мне нравится тактильно прям больше. Хотя по цвету мне вот это нравится. Ну, мне очень понравился цвет. Мне очень понравился цвет. Мне нужен просто тоже. Это же идеально для леса, да? То есть там как-то ярко заметно. Ярко не выделяется. Да, вообще надо было какой-то кислотный зеленый такой выбирать. А, нет. Желтый. Ярко-желтый. Или стандартно оранжевый? Ну, оранжевый. Ну, либо оранжевый, да. Хотя оранжевый, наверное, хрен найдешь в осеннем лесу. Такой найдешь. Белый будет хорошо виден летом, но нифига не будет виден зимой. Желтый – осень нифига не увидишь, да? То есть нужно, на самом деле, их несколько под разное время года. Кстати, хорошая мысль, как собирать и объяснять это другим людям. Потому что я покупаю просто под разное время года. Под разное? Чего не понимаете, да? Вдруг я пойду зеленым летом и не найду его. Ну, и вообще, ножи – неделька, да? То есть с понедельника по воскресенье. Ну, тоже хорошо. Не, ну, неделька – это слишком ограничено. Это нужно тогда на каждый день года. То есть 365 на этом, наверное, можно остановиться. Ну, а сколько вообще ножей нужно для счастья? Да, от одного до бесконечности. На самом деле, это вот вопрос, кто сколько собирает. У кого-то там 130, у кого-то… Ну, вот гости разные приходят, у кого-то 20-30. Я для себя определил, что, наверное, я куплю кейс. Вот этот вот, сейчас я не помню, как он называется. Knife Case. Название забыл. Там порядка 21-го, по-моему. Иван, да, который делает. Да, вот его. И, наверное, на 21-ом складе я остановлюсь. Буду просто в определенный момент менять. И мне жалко. У меня такая же проблема, как мы обсуждали с Павловым в подкасте. Я не люблю, как бы ножи простаивают. За исключением те, которые имеют какую-то для меня ценность нематериальную. Такую там память. Либо просто вот с первого ножа я начал. Сейчас он у меня находится на кастомизации. То есть он у меня останется. Не сказать, что он мне нужен. Есть куча крутых других ножей, но бы я оставил. Наверное, я на двадцаточке остановлюсь. Кто-то может на пятидесяти, кто-то на ста двадцати. Вот пускай зрители лучше в комментариях как раз напишут, сколько для них является оптимальным количество ножей для ножоманов. Будет интересно почитать. Я для себя выработал то же, что там основное, да, то есть в поюзе, вот, там, двенадцать-пятнадцать, да, то есть там ножи, и ты тогда ими реально можешь пользоваться. Ты можешь как-то для разных задач там их использовать и так далее. Но почему-то получается, что где-то двадцать-двадцать пять. Ну, вот двадцать, ну, как я и сказал, двадцать один, где-то в районе до тридцати штук. Надо тоже кейс взять и отограничиться именно. Я вот как раз и хочу именно взять как ограничитель. То есть выходишь больше, это уже лишнее, потому что… Тогда не бери на сорок восемь. Нет. Это очень много. Это, я не знаю, даже это в месяц. Ты, если ежедневно меняешь нож, то в течение месяца с одним ножом можешь не увидеться. А мне грустно. Знаешь, берешь с собой один нож, ты думаешь, я бы еще три взял. И пощелкать прикольно. Просто приятно тактильно повертеть, а с собой ты его не взял. Ты думаешь, надо эту проблему как-то решать. Сфиксов это не касается. Сфиксы они как… Не знаю, они просто есть, и они, наверное, будут набираться по чуть-чуть. Ну, наверное, это все в зависимости от фикса. Мора вообще можно не считать, они там валяются. Ну, это расходный материал. Это расходный материал. Такие финночки, ну, я думаю, что я пока с одной похожу, и мне хватит надолго. Ну, если только теперь не выбирать по цвету, времени сезона. Ну, фиксов, да, это не касается. Надо уметь себя как-то контролировать, потому что у тебя не бывает такое, видел, загорелся, блин, срочно покупать. С этим борешься как-то? Очень часто бывает такое, что ты думаешь такой… Иногда есть какой-то общий ажиотаж, и все, допустим, там берут, и тебе хочется именно изучить, понять, да, то есть, там, какой-то дизайн, почему, да, то есть, там, как бы, что это зацепляет. И очень часто бывает, что это, ну, не твое даже. Ну, ты сразу понимаешь. То есть, ты можешь взять и, как бы, понять, да, это не мое. Ну, вот у тебя так и произошло, я знаю, что у тебя есть с собой еще один нож. Да, на кармане. Я его второй день, в принципе, там использую, да, понять, что это за, как бы, нож. Мне он, на самом деле, очень, ну, как бы, нравится. Мне нравится его «Большой брат», да, то есть, там, это отличный нож. Он хотел поконкурировать, да, то есть, там, с бантером в категории, там, «Лето» и «Диси», да, то есть, там, с бантером в категории, там, «Лето» и «Диси», да. То есть, там, но мне он нравится, я его уже понял, как буду применять, использовать, я его подарю. Вот, подарю просто, там, своему сыну, вот, потому что ему нравится открытие двурука, то есть, ему нравится медленно, там, открывать. И форма ему тоже очень понравилась, я ему вчера показал. Вот, а так, отличный нож, но вот не мое. Покажем новинку. Себе такой же приобрел, пока все устраивает. Единственное, что при покупке, когда достал, такого тоже вау-эффекта не было, как иногда бывает с ножами, но на второй-третий день, что-то я начал получать удовольствие, прямо от щелканий, от тактильных ощущений. Вроде бы простая G10, но она очень хорошо. Она очень приятная. Она очень приятная, она такая в меру шершавая, ну, прям классная, срежет хорошо резачок. Мне нравится оливковый. Проволочные клипсы только, вот, не смущает. Оливковый цвет мне очень нравится. Ну, черный скучный. Вот именно в таком сочетании он. Да, но проволочные клипсы для меня это плюс, чем минус. Ну, все индивидуально, опять же. Ну, здесь, с точки зрения легкости, да, это плюс, но все равно не мое это проволочные клипсы. С ним можно, в принципе, попробовать его закастомизировать, да, то есть попробовать. Клинок? Вот у меня пока с ним не очень это фронтфлипперы. Затравить клинок? Ну, да, попробовать там, не знаю, там, Stonewash, допустим, сделать или еще что-то. Потому что очень мыльные грани получились немножко. И как бы размывается просто ощущение. 155-й. А у меня 101-й. Пока. Симметричный, красивый номер. Ну, да, была возможность выбрать. Я его выбрал. Вот. Что? Новиночка. Будем как-нибудь, может быть, делать обзор в своем системе? Я вот для себя просто вот по определенным там критериям разбил там, ну, то есть там ножи, и там стараюсь, чтобы там один, ну, максимум там два ножа там было именно в критерии. Потому что там, не знаю, там EDC там ножей может быть там очень много. Потому что их в хороших дизайнов очень много. Ну, ты будешь пользоваться только одним из двумя. Да? То есть там ножами. Потому что эти все ножи, они под определенную какую-то саму свою задачу. Вот. Поэтому я вот именно борюсь именно вот таким вот образом. Мне вот недавно понравилось там видео Киясова, когда он выбирал один нож. Когда он выбирал там один кухонник или там один там складник выбирал. И он при помощи бочонков сравнивал ножи. Мне это так понравилось. Я для себя переработал этот метод. Ну, то есть я взял у него, переработал. Всю коллекцию разбил там по… присвоил там цифры. Взял просто там рандомный, не знаю, там генератор случайных чисел. Но я сделал на каждый шаг определенные там критерии. Да? То есть там первый шаг там… я просто уже не помню. Но был там, что первый, допустим, там эмоционально. Вот какой ты эмоционально больше выберешь. Второй, допустим, там именно рационально. Или какой ты чаще будешь там носить. И вот по таким критериям, по таким шагам я прошелся. Прошелся раз. У меня был один результат. Прошелся по той же самой коллекции второй раз. У меня совершенно другой результат. Он так прошелся четыре раза и понял, какие ножи топ. Ну, к примеру, там себе. То есть там из четырех раза два раза в номер один у меня вот попался вот этот нож. Один раз мне попался вот этот нож. А четвертый я не помню. И, конечно, вопрос уже, наверное, не актуальный. Но все равно, если у тебя заберут все ножи и оставят только один… А я боялся этого вопроса. Я думал, что может быть… Сейчас расскажу такую вот историю… Ты наоборот мне напомнил, я чуть не забыл. И ты забудешь. Потому что это очень сложный вопрос. Потому что если судить там чаще всего, и какой нож я бы вот оставил, то есть там я бы, наверное, оставил себе… Ну, вот я и говорю… Это чаще всего, да. То есть там… Но есть какие-то эмоциональные составляющие, да. То есть там… И, может быть, я вот потянулся бы к этому ножу, а потом такой… Нет, я вот там себе мору оставлю примерно. Потому что в лес собрался. Вот. Поэтому это очень сложный вопрос. Хочу все оставить. Ну, надо только один. Надо только один, тогда гном. Победитель. Поставим его тогда вертикально. Почему я даже не сомневался. Опять будет говорить, что… Реклама. Реклама, да. Да, да, да. Ну, это хорошая реклама, потому что люди выбирают. Именно… Кто-то выбирает, сам кто-то приходит, кто-то ругает, а, дорого, что там такого. Ну, всех свое понимание определенное. Какие выставки посещаешь, расскажи? И посещаешь ли вообще? Посещаю периодически то, что проходит в Москве. Ну, то есть там… Клинок. Клинок. Арсенал. Арсенал. И новая выставка, которая раньше называлась… Забыл. В общем, и третья. Клинок, Арсенал и третья. А и третья какая-то. Орел Экспо. Вот, Орел, да. Орел. Орел Экспо. Сейчас будет как раз Арсенал проходить, но, скорее всего, я его пропущу. Или будет какой-то непонятный зимний еще клинок декабрьский. Но когда выйдет уже этот подкаст… Очень часто просто ты приходишь на там ножевые выставки, да, то есть там одно и то же, одно и то же. Очень мало каких-то свежих ножевых идей, да. То есть там… Вот и я про то же. Я из раза раз практически тоже сам повторяю. Но бывает действительно, что интересно посмотреть. Бывает. Поэтому ты пробегаешься очень быстро по выставке, и тебе надо там, условно, за 30 минут найти 2-3 точки, которые тебе просто будут интересны. Да. То есть там… И… Ну да. Вот. Ну, наверное, вопрос еще забыл. Про хотелки. Какие у тебя есть хотелки? Хотелки. И много ли их? Хотелок как таковых сейчас нет. Хотел бы на самом деле, чтобы наконец-то пришел у меня в раздел вот для души, да, то есть там вот еще добавить один нож. Это Чави Стак. Вот. Хотелось бы, чтобы его опять нашли наконец-то там где-то в Штатах. Он затерялся. Вот. Чтобы он просто пришел. Чтобы он доехал. Чтобы он доехал, да. То есть вот такая хотелка. Ну, если там говорить, там, на какой там, не знаю, там, стадии нажимания сейчас нахожусь и что бы я там хотел там на следующий год, ну, я бы хотел попробовать свой дизайн, да. То есть там я понимаю и что бы я хотел бы сделать. Ну, то есть там есть пару задумок, в принципе. Ну, надо просто время, терпение, желание, мотивацию, чтобы это просто реализовать. Потому что сейчас есть очень много мастеров, да, которые могут там по твоему дизайну все это очень достаточно быстро и очень качественно выполнить, да. То есть там… Это здорово. Ты можешь… Это наш пришел к стадии собственного ножа. Ну, я пока еще не пришел. Ну, в пути. То есть пока еще не сделал. Ну, я думаю, что вот хотелка, и вот если говорить про хотелки, ну, хотелось бы свое уже. То есть следующая стадия – это своя. Вот. Потому что я каждый нож могу вот здесь вот взять, там, на столе и там сказать, вот, мне не нравится это. Я бы добавил здесь вот это. То есть идеального ножа нет. То есть ты постоянно находишься в каком-то поиске, да. Мне кажется, даже если ты делаешь свой, идеального ножа все равно не будет. Идеального ножа не будет, но это будет уже что-то другое. То есть это как бы следующая стадия. Новый опыт. Да. Притом сейчас же есть там 3D-моделирование. Ты можешь все это дело напечатать, посмотреть, по крайней мере, с точки зрения эргономики, да. То есть там с точки зрения дизайна. Ты все это можешь проверить. Ты можешь очень много внутрянки, которым нужно знать там совместимость материалов, как они должны взаимодействовать, именно сама вот механик в том числе. Да. Да, да, да. Это все нужно изучать, курить мануалы, гайды. Да. Поэтому это время. Да. Это долго, это время. Вот. Мне кажется, что все там ножевые компании, ножевые там дизайнеры, наверное, с этого всегда и начинают, что… Хочу свой нож. Да. Вот я вот пользуюсь ножами, и мне там чего-то не хватает. Да. То есть я не хотел бы быть ножевым дизайнером и продавать там свои ножи. что я хочу нож для себя. Ну, то есть я хочу сделать там свой нож для себя. Хотя это так начинается, потом ты думаешь, что ладно, подарю еще друзьям. Тебе приходит пачку денег, такой, черт, я не думал об этом, да. Нет. Ну, если будет настолько удачным дизайн, и кто-то придет с пачкой денег, я не откажусь. Вот. Я начну переговоры и буду уже этим заниматься тогда. Большое спасибо, что пришел. Успехов тебе в разработке собственного дизайна, и чтобы твой нож Чавес наконец-то доехал. А вам спасибо, что смотрели. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok